Девушки отдыхают Мои соседи сверху, вот они, они меня залили. Есть акт о залитии квартиры, в котором указана, установлена причина и все повреждения произошедшего. Также есть смета о восстановительных работах, установленные виновники залития, также сумма ущерба, необходимая для работы по восстановлению в размере 140 тысяч рублей. Незадолго до потопа я сделала ремонт в своей квартире. Все вычистила и вылезала, почти евроремонт. Потолки натяжные сделала, в санузле плитку сделала. И кухня вообще панелью красиво отделана. А после потопа плитка отошла, потолок испорчен, стены вот на кухне, в ванной, в прихожей, все испорчено. То есть, отец, скажите, пожалуйста, вот эти 140 тысяч рублей, это есть сумма вашего взыскания, да? Да. Сумма материального ущерба. То есть, 140 тысяч – это деньги, которые необходимы для ремонта квартиры? Да. Именно 140 тысяч рублей. То есть, у вас есть смета и акт, который установили, что причиной залива квартиры являлось поведение ваших соседей, если я правильно поняла, да? И смета, по которой для приведения квартиры в нормальное состояние, вам потребуется 140 тысяч рублей. Да, вы знаете, я хочу, ваша честь, взыскать с них обоих, с каждого по 70 тысяч, так как они в разводе, и квартира после развода у них разделена в равных долях. То есть, они оба отвечают. Вы исходите из принципа, что каждый собственник обязан нести бремя содержания своей собственности, отвечать за эксплуатацию этой собственности. То есть, вы хотите взыскать 140 тысяч рублей, исходя из того, что каждый из ответчиков должен выплатить вам по 70 тысяч. Я правильно вас поняла? Будьте добры, пожалуйста, мне акт составленной комиссии и смета, которая была подсчитана через судебный пристав. Передайте, пожалуйста. Пожалуйста, ответчики, я вас слушаю. Ну что же, ваша честь, что касается меня, я со своей стороны эти 70 тысяч платить не намерена. По одной простой причине. Дело в том, что Алевтина и мой муж Максим, в данный момент они являются любовниками и живут вместе. И, насколько я знаю, что сначала Алевтина хотела подавать иск только мне. Видимо, они так договорились вдвоем. Но в знающих органах ей сказали, что так нельзя. И поэтому она решила подать иск к нам двоим. Ну, я не знаю, что они там вдвоем решат, там, расписку он ей напишет или еще как. Вот, но я не собираюсь платить эти деньги. Это раз. Потому что мой муж делал ремонт вот этой самой моей соседки снизу, когда мы еще были с ним в браке. Я в это лето ездила на дачу, вот, а он мне сказал, что зарплата у него, видите ли, летом понизилась. А на самом деле он на эти деньги покупал ей ламинат, кафель, плитку и так далее. Вот не надо, не надо. Я делала за свой счет ремонт. Нет, нет, нет. Если ремонт за счет Алевтины был сделан, ты что-то путаешь. Я ничего не путаю. Я не буду платить эти деньги. Я с сыском не согласна. Нет, ну, простите, пожалуйста, вы не будете. Почему? Вот исходя из следующего, если я вас правильно поняла. Из-за того, что вы со своим мужем расстались, в настоящее время ваш супруг, как вы утверждаете, проживает вместе со стицей. Это первая причина, которую вы назвали. Вторая причина, которую вы называете, это то, что с вашей точки зрения деньги, которые зарабатывал ваш супруг в летний период времени, был потрачен на приобретение материалов. Да. Нет, у меня отдельная работа. Нет, 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 нет. Отвечу, согласитесь, что в этом случае я бы могла понять, знаете, там некую логику, если бы, например, ваш бывший, вы расторгли брак, да? Да, мы расторгли брак. Если бы ваш бывший супруг, например, стал бы утверждать, что я тратил деньги на приобретение материалов для истицы, да, там, строительных, я могла бы понять и просила освободить его от возмещения ущерба. Ну вы-то здесь при чём? Вы же не тратили деньги на приобретение материалов? Нет, дело в том, что на тот момент, когда он ей делал ремонт, мы ещё были в браке. И если уж на то пошло, я могу тоже подать иск. Хорошо, ответчик, давайте по причинам залива квартир. Можете мне сказать? Давайте я отвечу, Ваше честь. Да, пожалуйста. Я, Осипов Максим Леонидович. Давайте лучше я расскажу, потому что тут какие-то отношения впутывать совершенно не нужны. Была обыкновенная жизненная ситуация, был потоп, мы залили человека, мы, естественно, должны это оплачивать. Наши отношения к этому никак не могут быть привязаны, понимаете? Ну вы же видите, девочка молоденькая, она совершенно ни в ремонтах не понимает, ни в жизни, в общем, ещё по большому счёту ничего не понимает. Поэтому тратила на приобретение вот этих строительных материалов, она свои средства. Работу делал я, ну потому что я знаю, как это делать, понимаете? Мне это намного проще. И причём здесь любовь, причём здесь белые зарплаты, чёрные зарплаты. То есть если я вас правильно... Ты никогда вообще не сможешь узнать, сколько я зарабатываю. Ответчик, ответчик, если я вас правильно понимаю, вы признаёте заявленные сказали? Я признаю ист на это, на 70 тысяч рублей, да, я считаю, что мы должны сделать всё, чтобы восстановилось... То есть в вашей квартире коммуникации находились не в надлежащем состоянии. Вы за ними не следили. Ваша честь, извините, но если человек забывает закрыть краны, погасить свет и вообще себя ведёт так, как будто бы мне уже ничего здесь не нужно, а ты ничего не делаешь? Я тебе говорила, почини краны. Причём здесь я. Мы с тобой развелись, ты мне никто. Всё. Я не хочу оставаться здесь крайне. Я тебя просила, когда мы ещё были в браке. Ты не просила, ты орала, как сумасшедшая. И к тому же, между прочим, она тебе за работу заплатила? За ту самую... А тебя это не волнует? Тебя это не касается? Мы тогда были в браке. И я имею право начать оплаты. А я тебе ещё раз объясняю. Я сделал ремонт, потому что никакая бригада не сделает. Это будет дороже. А где деньги за работу? Где они? Тебя это не интересует. Мы тогда были в браке. Как это меня не должно это волновать? Я сделал то, что считал нужным. Понимаешь? Вот и всё. Какие могут быть претензии, я не понимаю. Мы с тобой разделили площадь, и мы с тобой развелись. Простите, пожалуйста, отвечик, но в этой ситуации вы не отрицаете того обстоятельства, что в настоящий момент вы проживаете совместно с истцом? Ну, не отрицаю. Не отрицаете. И при этом, при всём, то вы совместно проживаете с истцом. Вы готовы заплатить 70 тысяч рублей ущерба? Да, я обязан заплатить. Есть иск. Да ладно, они там сами договорятся. Я его оспаривать не буду. Слушайте, да, договоримся. Это уже наше дело. Вы о себе сейчас говорите? Я не буду ничего против вас. Мы говорим не об отношении. Мы говорим о факте свершившегося потопа. Я не совсем... Я сейчас буду просто подавать встречный иск о тех деньгах, которые ты тратил из нашего семейного бюджета, когда мы ещё были с тобой в браке. Это раз. То есть ты хочешь сказать, что на 70 тысяч ты замечательно всё сделаешь? Во-вторых... Ты видела, какие там проблемы в квартире? Где те деньги, которые она тебе платила за то, что ты ей делал ремонт? Это два. А я тебе выставлю иск или счёт на произведённые работы, и ты увидишь, сколько это на самом деле стоит. Вот и всё. И ты поймёшь, что лучше бы тебе вообще с этим делом не связываться. Тем более, что ты это сделала, возможно, сознательно. Нет. Нарочно это сделала. Нет. Ты обещала отомстить, что-то там угробить, кого-то отследить, кого-то, понимаешь? Не буду. Я такого не говорила. Это сейчас... Говорила. Ты сейчас говоришь так, как будто хочешь нас сжечь, понимаешь? Нет. В тобой ни один человек не живётся, ты пойми. Да, ответчики, ответчики, пожалуйста. То есть, если я вас правильно понимаю, вы признаёте заявленность, как и требования, и согласны с тем, что именно ваши действия... То есть... Не мои действия, и её действия. Пожалуйста, простите. Нет, нет. Ваши действия как собственников, связанные с тем, что вы не поддерживали коммуникации в надлежащем состоянии, не осуществляли профилактические ремонты, их нормальное содержание привели к тому, что квартира юстиции была залита. И ей на самом деле был причинён ущерб, который подтверждается в соответствующие сметы и акты. Когда я там, простите, жил, то там всё как-то нормально работало. Знаете, ничего не проливалось никуда, ничего не ломалось. Отвечек, будьте добры, пожалуйста, мне документы на квартиру передайте. Отвечек, ну, если вы считаете, что нерационально были израсходованы средства семейного бюджета, то вы можете ещё раз обратиться в суд с иском о разделе совместно наштого имущества, к которому относятся в том числе и денежные вклады или заработки. Это ваше право, но не в данном судебном заседании. Суд удаляется для принятия решений. Прошу всех встать! А теперь вернёмся в зал суда. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования са возражения первого ответчика по заявленным исковым требованиям, а также согласие второго ответчика на удовлетворение заявленных исковых требований, рассмотрев все представленные документы и доказательства, иска о возмещении материального ущерба, суд считает, необходимо удовлетворить в полном объёме. И взыскивает с каждого из ответчиков в пользу истицы по 70 тысяч рублей, то есть каждый из ответчиков обязан будет оплатить половину стоимости восстановительного ремонта в квартире. Суд взыскивает с ответчиков в пользу истицы стоимость восстановительного ремонта в квартире, поскольку залив квартиры истицы произошёл из квартиры, которая принадлежит обоим ответчикам. Каждый собственник квартиры несёт материальную ответственность за вред, причинённый соседям, то есть, так как он обязан поддерживать свое жилое помещение в надлежащем состоянии, не допускать безхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, а также правила пользования жилым помещением. То, что у нас установлено, статьей 30-й, частями 3-й и 4-й Жилищного кодекса Российской Федерации. Ответчики не поддерживали в надлежащем состоянии коммуникации в своей квартире, допускали безхозяйственное обращение с сантехническим оборудованием. По этой причине и произошел залив. Ответчики в судебном заседании данного обстоятельства не оспаривали, ходатайство о проведении дополнительной строительной технической экспертизы не заявляли. Также ответчиками не было заявлено каких-либо ходатайств о проведении дополнительного осмотра квартиры составления иной сметы по восстановительному ремонту, иные варианты сметы ответчиками в судебное заседание не предоставлялось. Кроме этого, второй ответчик добровольно готов, то есть признал заявленные исковые требования и высказал позицию о добровольном погашении указанной суммы ущерба. Так как квартира находится в долевой собственности обоих ответчиков, суд взыскивает с каждого из них, как с двух сособственников, по половине стоимости восстановительного ремонта. То есть каждый из вас обязан заплатить, будет иститься по 70 тысяч рублей. Еще раз ответчик. Вы другую смету не предоставляли, ходатайство о проведении экспертизы. В данной ситуации вам и не заявлялось. Расхождение в представленной смете, которая истцом... Например, вы могли бы оспаривать стоимость восстановления электропроводки или стоимость новой укладки плитки. Или говорить, что, знаете, выбрана плитка слишком дорогая, там лежала не такая дорогая. Но вы не воспользовались ни одним способом защиты своих материальных интересов. И в данной ситуации, если бы ваш бывший супруг признал в полном объеме, к нему заявлены исковые требования, ну, суд бы удовлетворил к нему в полном объеме. Но суд бы учитывал вашу точку зрения, если бы она была высказана. Но в данной ситуации вы не оспаривали ни одной цифры, которая была проведена истцом в исковом заявлении и путем предоставления акта, который свидетельствует о том, что именно по вашей вине, как двух сособственников в квартире, произошел, так сказать, разрыв сантехнического оборудования. А вы, как два сособственника, обязаны нести ответственность за это. Истец и ответчики, суд огласил свое решение, дело закрыто. Прошу всех встать. Решение суда. Иск удовлетворить. Продам квартиру и куплю в другом доме, в другом районе. Здесь жить совершенно невозможно. А я им еще и замыкание устрою. Пусть сгорят вообще, и никто ничего не докажет. Да что ты покойна! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова